Лыжные гонки Классика, затем транзитная зона и коньковый стиль И яркий финиш, разумеется Состязание быстрейших лыжников на рельефном круге Следим за борьбой Большунов, Коростелев, Мальцев, Спецов, Семиков, Борошкин, Ардашев, Червоткин, Якимуш, Килищ Очень много быстрых, известных и серьезных спортсменов Лыжников будут бороться на дистанции этого скиатлона Нас ждут горячие финальные финишные разборки Судьба медали решится на наших глазах Неожиданные результаты лыжников И лучшие атлеты на дистанции Все это совсем скоро Обязательно пишите в комментарии Рассказывайте, за кого из спортсменов вы болеете За кого топите особенно Расскажите в комментарии, кто ваш фаворит Возможно Большунов, Порошкин, Семиков, Коростелев, Мальцев Или кто на другой Напишите в комментарии И все самое интересное в этом репортаже Обязательно ставьте лайк, чтобы больше любителей лыжного спорта знали Где посмотреть самые интересные гонки Скиньте ссылку на этот выпуск друзьям Пускай они тоже увидят Лыжный мужской скиатлон изнутри И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить Следующие эфиры, репортажи И интервью лучших лыжников Ставьте лайк Пишите комменты И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить А мы начинаем смотреть репортаж Здравствуйте Привет Привет Всем спортивный привет Лыжные гонки Кубок России Скиатлон Мужчины сегодня и сейчас Совсем скоро выйдут на старт Олимпийские чемпионы Призеры Конкуренция невероятная Очень серьезная Поэтому смотрим Следим с большим интересом Стартовая зона Сегодня расположена здесь Транзитная зона Спортсмены уже туда направляют инвентарь Здесь дальше трасса для классики И для конька Круги у лыжников разные По своей, скажем так, локации То есть разные круги Но все по 5 километров Поэтому 6 кругов преодолеют спортсмены Это будет насыщенная плотная борьба Обязательно смотрите этот выпуск Делитесь ссылкой с друзьями Пускай они тоже увидят этот скиатлон изнутри Ставьте лайк, чтобы больше любителей лыжного спорта Посмотрели на эти лыжные гонки На эти лыжные страсти И никуда не переключайтесь Не уходите Подписывайтесь Потому что много эфиров Репортажей Интервью Лучших спортсменов и тренеров Все это на моем канале Обязательно подписывайтесь Ну и пишите в комментарии За кого будете из мужчин болеть А они уже подходят к старту Спортсмены кладут лыжи и палки В специальные боксы Куда будут заезжать после 15 километров первых И переодевать коньковые Вернее классические лыжи на коньковые менять Поэтому подготовка гонки в разгаре Остаются считанные минуты до старта Савелий Коростелев только что Оставил гитарь в боксе И Александр Большунов Сейчас на стадионе в своем комплексе Понимаем Также Александр настраивается на свою дистанцию На дистанцию 30 километров На борьбах Здесь на наших летах Первый раз мы говорили Что лыжные трассы Перекопы являются одними Самыми сложными в России И вот давайте посмотрим Насколько внимательно Александр Большунов Все это просмотрел И представляют на стадионе спортсменов Выстраиваются они уже На своей стартовой позиции Александр Большунов Трехкратный олимпионик Будет под первым номером Открывать эту борьбу Но надо сказать, что он Хорош, конечно, в дисциплине В скиатлоне И на чемпионате мира И на олимпийских играх Доказывал свой профессионализм И вот эту специализацию Лыжную Поэтому смотрим Остается совсем немного До старта этой гонки Замер стадион В ожидании стартового Выстрела И он прозвучал Александр Большунов Номер один Второй номер Савелий Коростелев Справа здесь Илья Порошкин Проходит И группу Посмотрите Мужчин много Все сильные И представители сборной России И региональные лыжники Поэтому смотрим За этим пилотоном Так У тренеров появляется информация Что спортсмены Кто-то из лыжников Сломал Палку И кажется Я слышал фамилию Большунов По рации Передают специалисты Друг другу данные Посмотрим сейчас И верифицируем Опять же Информацию И уже По рации Также передают Другим Тренерам Которые там Раньше на трассе Передают информацию В какую лыжную Нужно вставать Спортсмену У которого Инвентарь сломан Очень такой Интересный подход Технологичный По связи И выезжают Спортсмены Пилотон Взглавляет Илья Порошкин На пункте питания Будут Справа стоять Справа Уже Видите, растянулся уже Пилотон И некоторые Спортсмены Довольно Серьезно Отстают Но и скорости Там действительно Высокие В подъем Взлетают Лыжники Три круга Классическим Кодом Классическим Стилем Спортсмены Преодолеют Поэтому Идем на Очередную Петлю Появляются Лыжники На стадионе Подкатывать Наши позиции По-прежнему Илья Порошкин Идет В голове Этой группы Здесь Тренеры На готове Давайте Подпитку Своим спортсменом Червоткин Сейчас первый Мальцев Большунов Порошкин Ардашев Тренеры Специальным образом Распределены Чтобы всем Хватило Попить Андрей Ларьков Установился Смотрите Как растягивается Платон Смотрите перемещаемся на подъем вновь и видите плотной группой идут лидеры сейчас но скорости высокие на самом деле поэтому удивительно что столько спортсменов сидит вместе смотрим продолжаем эту гонку первый круг завершён означает что еще пять два классических и три круга свободным стилем предстоит преодолеть лычникам появляется группы посмотрите редеет она есть небольшие отрывы разрывы и все прочее порошкин по-прежнему лидирует насколько это правильная тактика быть всегда в голове группы на протяжении такой длинной дистанции илья семиков алексей червоткин артем мальцев евгений виллов большинок рядом спортсмены сидит по вторым номером савелий крыслев эти палки инвентарь и все прочее важная деталь контактная борьба они ломаются это нормально случается и такое и группа догоняющих лыжников тоже на этом подъеме а 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 и непростая здесь трасса в кирове-чапецке об этом многие спортсмены мне говорят и тренера вчера с наставником сборной россии егором соль нам говорили после спринта и он тоже отмечал что подъем и все проще здесь серьезный рельеф и не простая трасса поэтому 30 километров а именно такая дистанция в рамках скиатлона предусмотрена для мужчин и это серьезное испытание а мы ждем на стадионе в этой зоне появление лидеров спортсменов которые несутся и очень быстро преодолевают все эти круги 5 километров но скорость невероятная 5 километров круг имею ввиду смотрим и появляются на стадионе лидеры группа есть отрывы есть отрывы даже здесь небольшие но просветы появляются и группа лидеров вырисовывается опять здесь конечно все сильные спортсмены будут стараться не отпускать совершенно точно евгений белов единственный здесь не в костюме не в комбинезоне сборной записался артем мальцев и сергей ордашев они лидируют за мальцевом червоткин наработает за ордашевым как раз евгений белов специалист классического хода Илья Семек, Александр Бульшнов рядом Дмитрий Жуль, Иван Горбунов Горбунов вернее Савелий Крыслев держится в этой группе тоже ну и пункт питания здесь очень важно особенно такой длинной дистанции чтобы не заголодать и эффективно проходить все эти километры и преследователи растягиваются по этой гонке но ведь скорости непростые уже не выдерживают даже представители сборных россия команд очень сильных например олимпийский чемпион Денис Спецов на Олимпиаде в том числе неоднократно доказывал себя и показывал себя как очень классного и быстрого участника скиатлона но сегодня ведь отстает разные бывают скорости очень высокие конкуренция тоже перемещаюсь вглубь трассы и смотрим следим за этой гонкой пишите за кого болеете как думаете кто победит обязательно пишите его коменты и ставьте лайки это поможет в продвижении лыжного спорта и это важно ставьте лайк растягиваются лыжники и посмотрите сейчас Алексей Червоткин выходит на первую позицию Илья Семиков слева на параллельной лыжне работает Ардашев за Червоткиным Большунов рядом ощущение что отваливается несколько спортсменов от этой группы группы лидеров и ближайшие преследователи посмотрите отрывы все таки очень серьезные очень существенные это означает что лидеры идут с хорошей скоростью с высокой скоростью и поддерживают тяжеловато спортсменам здесь пачками собираются лыжники подъезжать надо подъезжать 40 секунд отрыв от основной группы и 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 появляются лидеры на стадионе Заканчивают они классический Этап этой гонки Этого скиатлона И будут менять инвентарь Чтобы уходить на 15 километров Коньком Ух, падение, посмотрите Неприятный сбой Посмотрим, когда ближе подъедет спортсмен Кто же это был И Александр Большунов моментально, молниеносно Меняет инвентарь И выходит, смотрите, довольно быстро Расталкивается Будто специально, будто тактический это элемент Здесь Алексей Червоткин за Большуновым Савелий Красилев на третьей позиции Дальше Илья Семюков, Сергей Ардашев И продолжается Это быстрейшая гонка Смотрите, какие скорости на коньковой части Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видите, как растянулись Причем все спортсмены-то Очень-очень быстро, известные и опытные Это как раз и подчеркивает Высокий уровень текущего Противостояния лыжного Ошиблись мы Давайте будем смотреть Старты днем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И очередная такая плодная группа Здесь После смены инвентаря После транзитной зоны Ну и коньковый круг У мужчин Большой Большой Уходит далеко здесь наверх В поля Поэтому Перейти на какие-то петли И посмотреть За тем, как бегут спортсмены Не удастся Ждем их здесь С лыжников На стадионе В этой зоне Где Тренеры Дают Подпитку Зону питания И все прочее Поэтому здесь ожидаем спортсменов И Следим за этой гонкой По результатам Вы все видите Плотно идут Большунов, Червоткин Трастилев Семиков На самом деле Очень большая группа Но я думаю Что здесь На коньке Уже начнутся Отрывы И кажется Что Александр Большунов Попробует это сделать Посмотрим Станции Где-то подъемы Где-то равнина И выкатывается Ведь темнеет Здесь На базе Лыжные Выкатываются На стадион Илья Семиков Кажется От группы Отходит А за день Его Ардашев Сергей И Красилев И группа Рвется Рвется Группа Это точно Мы видим Что там И отстает Кто-то Скорость Высокая Илья Семиков Спортсмен Сильный Вкричат Там Ардаша Вкричит Семикова Красилев Смеется Но видимо Это По поводу Отрывы Отставания Илья Порошкин Проносятся Мем нас Появляются Ну и Бегут Бегут Спортсмены Продолжают Эту гонку И серьезная Борьба На второй круг Уже уходят Лыжники Поэтому Смотрим Все самое интересное Два круга До финиша И как раз На предпоследнем Круге У девушек Все решилось Анастасия Фалеевова Анастасия Измитрия Куликова Очень серьезно Убежала От ближайшей С преследовательницей Поломка инвентаря И очередная группа Проходят здесь Кстати про Илью Семикова Которая лидирует Сейчас Совсем скоро С Ильей у нас Выйдет большое интервью Оно будет Тоже на моем Ютуб канале Чтобы не пропускать Всю эту прелесть Интересный разговор С выдающимся Лыжником Обязательно подписывайтесь На канал И ничего не пропустите Ни эфиры Ни репортажи С гонок Поэтому что Езжу по Этапам Кубка России По самым ярким событиям Ну и интервью С лыжниками С Семиковым С многими еще Не хочу анонсировать И говорить Весь список Но интервью Интервью будет очень много Подписывайтесь И проходит очередная группа Тоже серьезные спортсмены Представленные в ней И ждем спортсменов Уходящих на третий круг На финальный Поэтому никуда не переключайтесь Смотрим Совсем скоро Спортсмены появятся вновь На стадионе И мы увидим Вот эти финальные уже Разборки И финиш конечно Кто же одержит Сегодня победу Пишите ваши версии В комменты Ждем лыжников И посмотрите Результаты Результаты на табло Появляются Семиков продолжает Лидировать На отсечке 23 километра И 7 секунд Везет Червоткину Там Белов дальше И тоже с вставанием То есть разрыв Разрывы идут Это интересно Ждем здесь На стадионе Спортсменов Илья Семиков Огромный красавец Серьезно так настраивается В принципе на гонки На сезон Интервью Еще раз проанонсирую Смотрите Это будет очень интересно И обязательно подписывайтесь А мы ждем Здесь На стадионе Чтобы увидеть Что же происходит В Плотоне Своими глазами Ждем лыжников Появляются лидеры Посмотрите Плотно там сзади Работает Большнов Хочет подобраться К Семикову И я думаю Предпринимает Могут Такое ускорение Очень мощно работает Не характерно Для трясатки Но Семиков Каков Красавец Красавец Семиков Огромный молодец Предпринимает попытку Уйти Я желаю вам Всяческих успехов Он молодец Большнов сзади подбирается Делает для этого Все возможное И скорости Очень высокие Большнов старается Дико А здесь Кстати Белов Сардаш Авчервоткин И следующие группы Драбунов Жуль Первого не увидал Спортсмена Скоростелев Митрошин Артем Мальцев Ну и Уже отрывы Такие Видите Предфинишный Вот это интересно Семиков Интригу задает Отрывы Носки от лоне Это Очень и очень Весьма интересно Смотрим дальше Илья Порошкин Давай 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 Прошел Денис Спецов Олимпийский чемпион Мы перемещаемся Ближе к финишу Потому что уже там Совсем скоро Будет решаться Кто же одержит победу Болею за Сидникова Болею за всех наших ребят Со всеми общаемся Делаем интервью Комментарии Ребят молодцы Смотрим Следим Ждем И на финиш Передвигаюсь Там жара будет Я уверен И ставьте Ставьте Делайте свои ставки Тоже Одержит победу Комментарии На табло Результаты появляются Промежуточные 28 километров Прошли спортсмены И Александр Пышнов И Илья Сеников Уходят Отрыв Смотрите 8 секунд Их преимущество Над группой Преследователей Большунов Первый И Семиков За ним Работают в тандеме Спортсмены И сейчас реальный шанс Есть у Ильи Семикова Эту серию побед Большунова Прервать Это действительно Серьезно И мы смотрим Его погоня Его отрыв Вернее Попытка Уйти в него Ильи Семикова Я о нем Говорю Это конечно Достойно Большого респекта И уважения И сейчас Большунов Спортсмена 12-й уже раз Илья Семикова Второй Но он заслужил Выслужил победу Сегодня Как же здорово Он провел эту гонку Инициировал Тот самый отрыв И Савелий Коростелев На третьей позиции Это финиш Скиатлона Сичер Воткин Артем Мальцев Финиширует ЗдесьFA Мальцев Артем Тоже Финиширует Степ aí Продолжаем Продолжаем Друзья В Ets 있습니다 И приветствовать Харке Сейчас будет фото После финиша 3-х 5 Призеров сегодняшней гонки победителя серебряного и бронзового призеров Александр Большунов, Илья Семиков и Савелий Коростелев. Я Порошкину закончил свою дистанцию. Большунов говорит, что очень хочет, чтобы болельщиков пускали на трассу. Это правильно. И болельщиков надо пускать на трассу. Это очень правильно. В Европе именно так. Если говорить о Кубке Мира и других дистанциях больших, которые собирают много зрителей, это здорово. И продолжается финиш спортсменов. Прекрасного поприветствования у болельщиков. И успели пообщаться с Ильей Семиковым уже сейчас, здесь после финиша. Говорит, что доволен гонкой. Несмотря на то, что второй, а не первый, а попытка уйти именно он предпринимал доволен гонкой. Говорит, что отработал здорово и доволен, доволен, доволен. Лыжи работали тоже здорово. На спусках лед был, но проходили все нормально. Ждем награждения и пообщаемся еще со спортсменами. Гонка интереснейшая. И спортсмены забирают лыжи и готовятся к началу торжественной церемонии награждения. И мы ее ждем тоже. Эта самая церемония. Илья Семиков, на мой взгляд, герой гонки, но серебряный призер сегодня. Илья, ну какие эмоции от этой гонки? Вот этот отрыв, как он вообще пришел тебе в голову? Когда? Да, ну, проехали классическую часть. Почувствовал, что лыжи хорошо работают, состояние хорошее. Ребята что-то, никто не хотел работать, все пошли гулять. Я думаю, ладно, пойду своим темпом, попробую дернуть. Так, ну и получилось дернуть. Ну, в принципе. А риск вообще, ну это же большой риск так, убегать одному. Да, это большой риск, но я уже потом подумал, что как бы лучше чуть-чуть растянуть группу. В принципе, я уходил, ну с запасом, не на все деньги. Поэтому ждал, пока может кто-то подтянется, типа, вот как Александр получилось, что подтянулся. И потом удалось за ним последний круг сработать. Это ты на каком километре впервые начал дергать? Ну, я вышел сразу же на, после классической части, дернул. Потом начало второго круга. И вот уже оттуда все и пошел на себе до конца. И вдвоем с Александровым потом уходили. Вот в этот момент, когда уходили вдвоем, какие мысли были? Ну, главное было не отстать от Сани, потому что он... Он вперед, да, выходил сразу? Он сразу ушел вперед, да, хороший темп задал. И мне главное было осталось за ним держаться. А на финиш, вот когда выходили, были мысли, там, ну, перед финишем, понятно, что на финише уже у Саши было преимущество, но перед финишем ты думал вообще о победе, да? Потому что, ну, наверняка точно думал. Не, он, конечно, выходил бороться за победу, как бы, при любом раскладе. Но Александр объективно сильнее сейчас на данный момент. И, в принципе, он по гонке это показал. Ну и финальный вопрос про эмоции. Какие у тебя эмоции на гонке? Вот, эмоции отличные. Хорошо прошла сегодняшняя гонка, доволен. То, что удалось выдержать второе место, потому что ребята все же сзади там прилично стали накатывать. Вот, но я доволен. Илья, я правда, я восхищаюсь тобой. Прям, ты реально круто сегодня провел эту гонку. Я надеюсь, что в следующих скейтлонах мы точно тебя увидим на первой позиции. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мужское награждение. Торжественная церемония началась. Илья Семенков, конечно, сегодня хорош. Молодец, 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 молодец. Илья Семенков, конечно. Молодец, 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 молодец. Молодец, молодец. Молодец. Ну и, друзья, за внимание, шестое место занял в этой гонке Чирокин Алексей! Олексей! 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 Состоялся скиатлон, лыжный, лыжный скиатлон, и это крутая гонка! Была по эмоциям очень такая непростая и насыщенная. Илья Семиков еще раз выражаю ему огромный респект за сегодняшнюю дистанцию, за то, как он ее прошел. Это было фантастически. Пишите в ваши комментарии, какие впечатления от этой гонки остались. Давайте обсудим ее, этот старт. Пишите в комменты. И продолжаем смотреть за лыжами, за лыжными гонками. Много еще интересных стартов впереди. Всех с наступающим Новым Годом. И увидим, увидим много еще запоминающихся, интересных соревнований. По всем лыжным стартам я езжу, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать и эфиры, и репортажи, и интервью лучших спортсменов. Все это на моем канале. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить и не потерять уникальный лыжный контент. Подписывайтесь. Всего вам доброго. Увидимся еще не раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok